Юные гонщики вернулись домой с медалью. 5 и 6 марта в городе Усинск проходили соревнования по картингу. О том, как прошли соревнования, какие места заняли северяне, расскажет моя коллега Елизавета Кабанова. Звук мотора стал уже родным для Ильи Власова и Андрея Пуляева. Ребята пришли в автоспорт три месяца назад, но уже успели побывать на соревнованиях в городе Усинске. И вернулись домой с первой победой, заняв третье командное место. Я познакомилась по телефону с тренером из Усинска, Вокуев Петр Николаевич. Он предложил нам приехать на соревнования, привезти своих детей обзорно. Даже нам не пришлось везти свою технику, нам предоставил все город Усинск. Выезд на соревнования осуществился за счет родителей и спонсора. С их помощью тренер двое юных гонщиков и сопровождающий отправились покорять зимнюю трассу, с которой возникли сложности. Ведь в Наринмаре ребята тренируются на бетонном покрытии. Зимняя трасса для них – новый опыт. Ну, в полнохвате заходить без заносов. И ехать быстро. В некоторых местах. Илья и Андрей пришли в картинг, потому что ребятам нравится скорость. Как признаются юные гонщики, им совершенно не страшно. Картинг – это отдельный вид спорта, со своими правилами и достижениями. На своих первых соревнованиях Андрей Пуляев получил третий юношеский разряд. И на этом не собирается останавливаться. Ездим, делаем себя лучше и повышаем секунды. Картинг – первая ступень автоспорта. Как признался нам тренер, бояться его не стоит. Ребята развивают скорость всего 15-20 км в час. Хотя со стороны кажется, что карты буквально несутся по трассе. И к технике безопасности здесь относятся более чем серьезно. Ребята приходят сначала, соответственно, небольшой, теоретический. Рассказываем, как правильно, какие повороты проходятся, в какой нужно траектории именно заходить. После этого небольшая физическая разминка. Приступаем к заездам. И, соответственно, ребята молодцы. Вот все получается, все тренируются. Как признался нам тренер, в ближайшем будущем ребят научат и техническому обслуживанию картов. Чтобы они не только умели быстро ездить, но и понимали, благодаря чему им это удается. Ну и, конечно же, после достаточно успешного выезда на соревнования никто не собирается останавливаться на достигнутом. После возвращения ребят все родители и дети были вдохновлены. И в июне месяце у нас будет общий, наверное, скорее сбор. И мы поедем на соревнования получать свои регалии, чтобы ребята получили разряды. Теперь у ребят из Наринмара есть возможность развиваться в автоспорте и завоевывать призовые места не только на межрегиональных соревнованиях, но и более высокого уровня. Елизавета Кабанова, Антон Бодряков, Телеканал Север.